Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Если бы Богу угодно было продлить жизнь Петра, судьба при кавказских стран и народах была бы иная. Но история, как известно, не терпится слагательных наклонений, и судьба закавказских мусульман сложилась так, как она сложилась. Что же касается отношения Петра к грузинам, то Эзов излагает события таким образом. Бахтанг, желая наказать жителей суннитов, призвавших лезгин, разрешил своему войску сделать нападение на местное мусульманское население, строго воспретив касаться христиан. Но войны, рассыпавшись по всем окрестностям местностям, до реки Тертара, произвели страшное опустошение и награбленное возами отправляли в свой лагерь. Они грабили не только магометан, но и христиан. При приближении войск к армянским деревням, население обыкновенно выходило на встречу с духовенством, в облачении во главе с крестами и свечами, при звоне колоколов. Но грузины накидывались на них, грабили оболчение, церковные книги и утварь, и все имущество. Таким образом, все уцелевшие от лезгинов, пишет патриарх Исаия, уничтожала жадная, ненасыпная и безжалостная нация грузинская. Вот такая польза нам была от прихода Вахтанга, хотя он сам человек добрый, благочестливый и христолюбивый, но грузины по свойственному им грубому и буйному нраву ему не повиновались. Так описал Эзов поход Вахтанга 6 в августе 1722, цитируя 6 главу краткой истории о Кванской стране. Ганзарского католикоса Исаии, изданный в 1868 году в Иерусалиме. В то же время, 26 августа, русские заняли Дербент. Петр Великий намерен был идти далее, к Шамахе, на соединение с армянскими и грузинскими войсками, и ждал только транспорта с провиантом. Но провиант не достиг Дербента. Суда потерпели крушение на Каспийском море. Самые суда оказались непрочными. Лошади кавалерии за недостатком корма в значительной числе пали, оставив гарнизон в Дербенте. Петр решился возвратиться в Астрахань, куда и прибыл 4 октября. Между тем, войско армянские и грузинские, под начальством Вахтанга и патриарха Исаии, стояли под Гянджею и ждали благое вести о приближении Петра к Шамахе. Оценивая этот фрагмент, нельзя заметить, что боевую дружину царя Вахтанга 6-го Эдзов постоянно упоминают только после армянского ополчения, которое подчинялись своему духовному пастырю. Кроме того, основной причиной прекращения персидского похода называлось крушение кораблей с провиантом, хотя Петр использовал это только как предлог для изменения стратегии завоевания прикаспийских областей и о Шамахе. Во время военного совета в Дербенте вообще не упоминал. Тем не менее, Эдзов использовал и эту возможность для того, чтобы повторно использовать негативные высказывания Исаии о грузинах. Вахтанг, говорит патриарх, любил армян и более доверял им, чем коварным грузинам. Ему хотелось во главе армянского и грузинского войска представить пред Петром Великим, но по грехам нашим наши долгие ожидания не оправдались, по взятии Дербента оставив нам гарнизон. Петр возвратился, обещав вернуться в следующем году. Вахтанг, получив известие из Тифлиса, что там угрожает ему опасность со стороны хана, Кахетинского и враждебных ему князей грузинских, поспешил вернуться. Мы же, продолжает патриарх, лишились прежней надежды, возвратились к себе и укрепились в неприступных местах нашей Родины. Через 50 лет армянская тема вновь всплыла в историографии персидского похода. Глава 10. Оценка персидского похода Петра I в советской историографии середины 20 века. Наиболее содержательная книга, посвященная персидскому походу Петра I, была написана Лыццовым в 1951 году. При этом автор использовал практически все документы из архивов и историографических источников, где упоминался этот поход, и которые были опубликованы до середины 20 века, за исключением работ Шмурла, Пётр Великий в оценке современников и потомства, а также Тарли, русский флот и внешняя политика Петра I. Несомненным достоинством монографии является исключительно скрупулезное и разностороннее исследование всех экономических и военно-политических аспектов похода, не претендуя при этом на глубокое и всестороннее освещение специальных военных вопросов. Внимательные читатели наверняка обратили внимание на то, что Лысццов по всему тексту не упоминал почетное звание Великий, которым Пётр был удостоен за свои труды. Всё объясняется довольно просто. Сравнительно недавно победоносно завершилась Великая Отечественная война 1941-1945 годов, и звание Великий озвучилось только применительно к Сталину. Других Великих не могло быть. Правда, сам Сталин позволял себе назвать Петра Великим, но в частности в разговорах назвал его Петрухой. Всё зависело от настроения. Другим важным аспектом при современном прочтении монографии Лысцова «Персидский поход Петра I 1722-1723» является то обстоятельство, что во время Второй мировой войны были депортированы крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки и другие малые народы Кавказа. Это не могло не сказаться на смещении, естественно, в негативную сторону. Оценки их роли в описываемый период То же самое можно сказать относительно оценки позиций Ирана, Турции, Англии и Франции в начале XVIII века с точки зрения квалификационного советского историка середины XX века. Прошедшая война, во время которой союзные СССР и Англия оккупировали Иран, причем в советскую зону пропал Южный Азербайджан со всеми вытекающими из него последовательными заманчивыми для Сталина сепаратическими тенденциями у некоторой части местной азербайджанской элиты. Турция, сохранившая во время войны нейтралитет, так же, как и Англия, была против расчисления Ирана и вынуждена придерживаться проамериканской ориентации. Поэтому их роль в событиях первой четверти XVIII века не могла получить позитивную оценку у советского историка. Конечно, писал монографию Луис Луисцов, но очень внимательно читал Сталин, который лично определял все политические и идеологические предпочтения советской историографии в условиях начавшейся Холодной войны. Известно, что имел он привычку читать книги, снабжая заинтересовавшие его фрагменты своими краткими комментариями. К большому сожалению, нам до сих пор не удалось выявить экземпляр книги Луисцова, читанной вождем. Прежде чем приступить к анализу всех источников, использованных Луисцовым, отметим, что российская историография, как наука, основанная на конкретных документах, стала формироваться в Санкт-Петербургской Академии Наук уже после смерти Петра I. Несмотря на особое внимание, которое ей неизменно уделяли первые лица государства в течение трех столетий, а может быть именно поэтому до сих пор не удалось выявить документальных доказательств, развеивающих сомнения по поводу отца Петра, чему в немалой степени содействовал Труайя. Кроме того, остались до конца невыясненными все обстоятельства его смертельной казни и целый шлейф домыслов относительно завещания Петра, включая вопрос о престолонаследии. Тем не менее, в монографии Луисцова были проведены многие интересные документы, позволившие ощутить реальную атмосферу эпохи. Персидский поход Петра I оказал решающее влияние на все последующие отношения России с государственными регионами. В конце 17 века западные Причерноморские области Закавказья входили в состав Османской империи, а восточные, в Персию, между этим сверхдержавами с переменным успехом шла борьба за укрепление своих позиций в регионе. К концу века сложилась следующая ситуация. Туретский султан Ахмед III правил номинально, но его умная мать, Валиде Султан, мать султана, подбирала способных исполнителей для реализации имперских амбиций. В Персии же правил шах Гусейн I, который, кроме собственных обидных прозвищ, ничего не оставил своим потомкам. Понятно, что постепенно деградация государственности при Гусейне не прошла мимо внимания соседей. Петр I, создавая сильные армии и флот как основной инструмент внешней политики, внимательно следил за развитием ситуации в Персии. Он готовился к экспансии в южном направлении, непрерывно посылая в дружественную страну своих конфидентов под видом купцов и дипломатических посольств. Наиболее поразительным примером служит посольство Петра в Персию, во главе с иноземным авантюристом и торговцем Ории, которому для прикрытия был пожалован чим полковника русской армии. Но были и другие послы, наиболее содержательными были донесения посла Волынского, который тщательно изучал в 1715-1718 годах театр будущей военной кампании. Петр был осведомлен о том, что слабость центральной власти привела к тому, что персидский подданный вождь афганского племени Ельзаев Мирвейс понял восстание и объявил себя в 1769 году главой независимого Кандагарского ханства. Его примеру последовали афганцы племени Абдали, которые обрели независимость в 1716 году и освободили Герат от персидского присутствия. Сын и преемник Мирвейса, Мирмахмуд, решил захватить верховную власть в Персии, для чего предпринял наступление на столицу страны Исфаган. В начале 1722 года, когда подготовка к персидскому походу в России достигла своего аподия, Мирмахмуд осадил Исфаган и вынудил Шаха Гусейна явиться в свой лагерь и уступить ему шахскую корону, и тем самым трон. Но еще за несколько дней до этого Гусейн назначил своего сына Тахмаспа наследником престола и генералиссимусом персидских войск. Тахмаспу с отрядом в 500 всадников удалось выбраться из осажденного города и отступить в Южный Азербайджан, где он надеялся с помощью дружественных азербайджанских племен собрать сильную армию и изгнать афганцев. Узнав о племени своего отца, он короновался с Шахом Тахмаспом II. Таким образом, в Персии шла ожесточенная вооруженная борьба за престол наследия между сефивитами и афганцами. Все остальные владельцы различных областей огромного феодального персидского государства должны были определиться со всеми предпочтениями. Для Петра I настал момент истины. Огромное соседнее государство слабело с каждым днем, и он спешил расширить свою территорию за ее счет, прежде чем закавказские провинции Персии захватит Турция. На словах Петр осуществлял помощь «брату нашему». На самом деле он захватил западные и южные прикаспийские провинции. При этом царь продолжал переговоры как с Тахмаспом II, так и с афганцами по поводу ратификации того договора, который был подписан под его нажимом Исмаилбеком в Санкт-Петербурге. Повторим, что с персидской стороны этот договор никогда не признавался ни одним из претендентов на престол. Нужно сказать, что этот факт не очень беспокоил Петра. Он осуществил первый этап своего стратегического плана, захватил ключевые, самые удобные для пристани заливы на западном побережье Каспийского моря, чтобы создать единую водную транспортную систему России и Балтийское море, река Волга и Каспийское море. Следующим этапом Петр I намеревался создать новые незамерзающие охраняемые порты на Каспийском море, построить складские перевалочные пункты, разработать сухопутные и морские пути для прикаспийской торговли. Нужно сказать, что в 1724 году многое из его стратегического замысла было уже реализовано. Из аэропорта Матюшкина от 1 октября 1724 года следовало, что русские гарнизоны располагались в следующих прикаспийских пунктах. Продолжение следует. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова